здравствуйте приветствую вас на своем видео канале сегодня решил написать видео на очень важную тему причем круг заинтересованных лиц ну в десятки раз шире чем любое видео на моем канале эта тема какую правильно пить воду для здоровья и она важна абсолютно всем и тем кто ведет малоподвижный образ жизни ведь даже в такой ситуации вам нужно с помощью воды обеспечить правильное питание каждой клетки вашего организма а также очищение организма в режиме реального времени эта тема очень важно детям чем моложе ребенок тем интенсивнее у него происходит обмен веществ и тем больше времени у него до достижения зрелости которая у женщин наступает в 24 у мужчин в 30 лет до этого периода времени дети подростки должны строить свой организм обеспечивая правильное питание все с той же водой эта тема важна тем кто ведет активный образ жизни ведь чем выше уровень активности тем больше нужно питание обеспечить вашему организму и вода в этом непременный участник и обеспечить полноценное очищение организма эта тема мега важно тем кто занимается спортом как на уровне любителя так и профессионально спорте нужно обеспечивать еще более правильное питание своему организму и очищение если вы не обеспечиваете питание как минимум мышечной массы у большинства спортсменов мышечная масса нарастать не может иными словами ваши достижения спорте замерли на какой-то точке если же вы еще большей степени угадываете с этим процессом несмотря на продолжающиеся тренировки результаты падают участие спортсменов которые не знают как правильно обеспечить очищение организма водой возникает еще одна проблема страдает опорно-двеятельный аппарат и по причине боли в суставах уже не можете активно заниматься спортом и вынуждены на своей спортивной карьере поставить большой жирный крест знаете когда я думал написать это видео у меня возникла очень интересная ассоциация ведь спортсмены высокого уровня они в чем-то напоминают выращивание птицы животных ведь если спортсмены нужно тренировочная база тренировочный процесс обеспеченный правильным питанием для того чтобы наращивать мышечную массу и дать больше результат который удовлетворит его амбиции то птицам либо любые животные которые вы выращиваете в домашнем хозяйстве либо на крупном комплексе ваш результат ваша задача с минимальными затратами экономических усилий ну и физического труда получить больший результат то есть ваша задача обеспечить быстрый прирост мышечной массы либо товарной массы для того чтобы заработать на этом деньги и какая вода нужна в этом случае имеет огромное значение на мой взгляд не все правильно используют воду и получают не совсем тот результат на который они рассчитывали поэтому смотрите это видео дальше вы узнаете какую воду нужно пить для того чтобы ваш уровень здоровья в обычной жизни не страдал для того чтобы ваши спортивные результаты росли быстрее и для того чтобы получить от бизнеса в сельском хозяйстве большую экономическую выгоду в феврале 2016 года мне в руки попала одна популярная газета со статьей известного академика известного своими исследованиями в области воды и безопасности воды академик гончарук высказался красноречиво лучше пить воду из днепра чем из крана и тема понятна возраст водопроводных сетей в большинстве городов старше он значительнее чем средний возраст жителей этих городов а старение труб это не просто их моральный износ внутри просвете труб накапливается не только загрязнение но и различные микроорганизмы самые опасные или одни из самых опасных это микромицеты это микроскопические грибки которые свои токсины выделяют воду их коварство в том что они не вызывают острое отравление но хроническая интоксикация приводит к неблагоприятным изменениям в организме прежде всего со стороны печени и пищеварительной системы ну а далее если печень оказалась не самой сильной будут постепенно страдать и другие органы и ткани поэтому пить воду из-под крана сегодня не рекомендуется воду нужно очищать либо самостоятельно в домашних условиях либо покупать очищенную кем-то воду в любом случае этот процесс необходим это норма сегодняшнего времени и важно что очищать в воде чаще всего понимая современную экологию воду переочищают в одних регионах планеты больше солей жесткости в других тяжелые металлы в третьих истициды гербициды четвертых радионуклиды понимая это формируются уникальные универсальные фильтрующие системы которую очищают воду везде и от всего и чаще всего вы получаете пустую воду которая создает стресс для организма и несущественно эту пустую воду употребляет человек ведущий малоактивный образ жизни у него кстати эта вода вызовет минимальное количество нарушений хуже если такую воду употребляет ребенок или такую воду употребляет спортсмен ведущий активный образ жизни часто в сельском хозяйстве используют такую воду и она не может положительно отразиться на уровне здоровья и на результативности сельского хозяйства есть еще один компонент очень важный который редко учитывается в воде академик гончарук на это указывает микромицеты микроскопические грибы но они не единственные в гости по воде разрешено присутствие микроорганизмов кишечная палочка в питьевой воде из-под крана присутствует всегда и это серьезная опасность для здоровья всех кто пьет неочищенную воду где не убираются целенаправленно микроорганизмы микромицеты вирусы попадая в организм человека либо животного они вызывают серьезные проблемы если вы хотите от животного получить больший привес нужно разгрузить его иммунную систему если с питьевой водой попадают микроорганизмы иммунная система животного должна с ними бороться либо вы вынуждены применять антибиотики для здоровья животного антибиотик вынужденная мера в данном случае а вот для здоровья потребителя это ущерб поэтому этот механизм он должен правильно контролироваться иными словами вода питьевая должна быть обязательно освобождена от возбудителей различных заболеваний в этом случае иммунная система будет работать не так интенсивно у нее нет повода бороться бактерии не попали в организм они не вызывают инфекционный процесс и по этой причине иммунная система не тратит лишний белок на борьбу с бактериями а складывает этот белок в мышечную ткань и неважно вы выращиваете птицу либо у вас тренируется спортсмен высокого уровня в любом случае вы получаете увеличение мышечной массы в первом случае экономический результат во втором спортивный в данном случае соревновательном процессе кто кого обгонит птица мало чем отличается от спортсмена им обоим нужна хорошая мышечная масса от объемов которой зависит их результат для птицы конечно результат печальный она оказывается на столе для спортсмена результат более благоприятный он оказывается на пьедестале поэтому эти моменты очень важно правильно использовать почему же очень важно контролировать содержание микроорганизмов именно в питьевой воде ведь мы же дышим нестерильным воздухом и количество возбудителей различных инфекций поступающих с воздухом в органы дыхания оно в разы будет больше чем то количество микробов которые поступают с питьевой водой мы употребляем нестерильную пищу разве что более чиста пища прошедшая только что тепловую обработку и в процессе остывания вы ее употребляете в еду содержание микроорганизмов в воде при всем значительном употреблении воды по сравнению с этими двумя путями ничтожно но это пожалуй самый коварный и опасный путь поступление микроорганизмов незаметны на первый взгляд но только на первый взгляд и даже не вооруженным глазом это можно заметить узнаете чуть позже через органы дыхания действительно поступает больше возбудителей различных инфекций своя иммунная система в органах дыхания предупреждает их попадание в кровь а если вы еще знаете как правильно дышать и можете остановить возбудителей в наружных отделах органов дыхания ваша иммунная система тоже только спасибо вам огромное скажет и ваша святая святых хозяин энергии легкие альвеолы где идет газообмен будут в безопасности чтобы знать как правильно дышать наберите в интернете школа доктора скачков первый сезон и вы попадете на целую серию видео как правильно дышать в разных ситуациях вы увидите что есть десятки видов правильного дыхания в зависимости от индивидуального уровня вашего здоровья и тех болезней которые у вас есть если вы знаете как правильно дышать ваша иммунная система скажет вам огромное спасибо ей будет меньше работы с различными патогенами с точки зрения питания и питье воды питание более безопасно вы же употребляете не траву безвкусную все-таки пища которую предпочитает большинство людей методом свободного выбора она радует глаз иными словами по академику павлову запускается пищеварение при виде той пищи которую вы хотите употребить на более близком расстоянии включается обоняние аромат пищи если вас устраивает включается сока отделения слюноотделения где хоть мало у человека но лизоцин присутствует а в желудке вырабатывается но тот желудочный сок на которую вас живут сегодня способен как только пища попала на язык третий дополнительный бонус получает ваша пищеварительная система вырабатывая еще больше сока а что такое желудочный сок это шикарный великолепный дезинфектор пищи которая туда попадает и он убивает одну часть микроорганизмов благодаря наличию соляной кислоты и пепсинов которые помогают вам не просто переваривать пищу но одновременно одним махом и дезинфицирует ее от части микроорганизмов как только пища переваренная в желудке попадает в длиннадцатиперстную кишку она попадает под прицел самый одну из самых сильных щелочей это пищевая сода или гидрокарбонат натрий который довершает начатое в желудке дело соляной кислотой тоже одну из самых сильных кислот и смывы с двенадцатиперстной кишки если вы правильно питаетесь двенадцатиперстная кишка стерильно это норма это нормальное состояние двенадцатиперстной кишки однако когда пища проскакивает дальше сожалению там уже присутствуют как правило различные микроорганизмы которые могут нарушить процесс переваривания пищи и отравить вам начале кровь а потом и жизнь микроорганизмы в кишечнике всегда есть и для того чтобы их количество и качество не менять очень важно правильно пить воду вода не относится к сокогонным средствам иными словами употребляя просто воду который находится даже мизерное количество микроорганизмов на воду не выделяется желудочный сок и дезинфекция соляной кислотой пепсинами не состоится когда вода проходит двенадцатиперстную кишку как правило она не стимулирует секрецию желчи выделение желчи и убить микроорганизмов даже мизерное количество которое находится в воде не представляется возможным а вот когда они проходят глубже дальше в пищеварительную систему оказываются вначале в тонком а потом в толстом кишечнике вот здесь для вас начинается не самые веселые времена вы не можете контролировать тех микроорганизмов то количество и качество самое главное качество микроорганизмов которые находятся в питьевой воде если вы специальные и не очищаете от них а вот когда они начнут развиваться в пищеварительной системе и по грубому скажу деребанить ту пищу которую вы употребляете вот здесь для вас настают не самые веселые времена химический состав пищи которую вы употребляете для вас имея теперь только теоретическое значение а практическое значение химический состав пищи имея для тех микроорганизмов которые вы туда запустили неважно каким путем важно что им там теперь будет хорошо что ваша пища первичная питательная среда для них и только вторично питательная среда для вас для каждой клетки вашего организма поэтому зная эту информацию воду нужно правильно подготавливать и правильно использовать и ошибаются те кто считают что теперь мы воду будем кипятить да конечно кипячение микроорганизмы убьет они смогут развиваться вашем организме но кипячение вызывая разрушение микроорганизмов способствует высвобождению эндотоксинов которые чаще еще коварнее и опаснее чем экзотоксины которую выделяют микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности и такая хроническая интоксикация когда вы употребляете кипяченую воду и нами с вами бульон из погибших микроорганизмов она оказывает вам серьезную медвежью услугу вы не видите сразу вы выпили кипяченой воды вы не отравились вы вернее вы не видите симптомов отравлений мизер но эта интоксикация попадая в кровь будет истощать возможности главного фильтра вашего организма печени нарушать способность печени снабжать все клетки нужным вам веществами и это не самая простая ситуация выход их из которой приготовить правильно воду перед употреблением и какое значение имеет очищенная вода для вашего здоровья один из компонентов здорового образа жизни употребление чистой воды вне зависимости от экологических условий которые вас окружают ветер осадки могут преподнести вашему организму экологический сюрприз из любого уголка планеты а попасть ваш организм может быть с недоочищенной водой вода должна быть очищена от пестицидов гербицидов солей тяжелых металлов канцерогенов и других химических веществ которые современная промышленность много лет уже выбрасывает в окружающую среду а вода как растворитель может их содержать вода должна быть очищена от возбудителей бактериальных вирусных грибковых инфекций а также листных либо паразитарных инвазий но вода не должна быть переочищена от тех компонентов которые в ней всегда были и которые человечество всегда употребляла с водой я имею ввиду макро микроэлементы в отдельных регионах планеты отдельных компонентов может быть много если вы живете например в москве то оцинкованные трубы только за счет нормы по употреблению воды дают вам перебор по цинку и продукты питания слишком серьезную проблему создают для вашего организма если вы живете в вене там трубы медные казалось бы это лучше чем иные материалы но медь прекрасно растворяться будет в такой воде и перебор с медью создаст иные проблемы со здоровьем если вы живете в киеве киеве трубы металлические и перебор с железом может возникнуть легко и просто поэтому вода должна быть очищена от избыточного накопления различных макро микроэлементов но не переочищены переочищенная вода иными словами нулевая вода это мертвая вода в которой даже самые патогенные микроорганизмы не развиваются они не гибнут если же такая переочищенная мертвая вода попадает в организм человека она создает еще один стресс которых и без того в жизни современного человека хватает поэтому воду нужно от одних компонентов очищать а другие компоненты оставляем чтобы получилась ваша собственная диетическая вода вашем регионе где вы живете и решений может быть несколько самое простое экономически доступное решение практически каждому банальный фильтр с лейкой можно использовать как домашних условиях так условиях дачи брать с собой в поход брать с собой в отпуск командировку лейка выдерживает механические воздействия на нее не повреждаясь и функцию свою выполняет фильтр же разные фильтры для разной воды могут убрать лишние и оставить вам нужные компоненты в домашних условиях можно использовать и более мощную систему которая позволяет более эффективно очищать воду от разных примесей ну и рассчитана на значительно большие объемы воды и на больший срок службы система vital block позволяет очищать воду правильно иными словами это умный обратный осмос который оставляет нужные вам компоненты удаляя опасные для вашего здоровья сегодня и для вашей жизни перспективе иными словами для вашего здоровья нужно правильно очищать воду по умолчанию удаляя из нее максимальное количество возбудителей различных инфекций в этом случае ваша иммунная система вздохнет свободнее и будет эффективнее бороться например с онкоклетками которые образуются тысячами ежедневно и в этом случае у вас появляется активная профилактика онкологии либо более эффективное лечение уже имеющиеся если вы занимаетесь спортом прикладывая те же усилия вы будете получать больше результат ваша иммунная система не будет тратить лишний белок который теперь может использовать мышечная система и ваши результаты будут расти либо для того чтобы сохранить тот спортивный уровень ту спортивную форму которую вы уже достигли у вас появляется линиевый спорт вы можете теперь прикладывать меньшее количество усилий и это тоже плюс если вы занимаетесь сельским хозяйством птицеводство животноводство у вас также появляется дополнительный бонус вы можете выращивать экологически чистую птицу других животных у вас изменяется отношение к бактериям меньшее количество микроорганизмов попадает в организм животных иммунная система не белок а иммунная система обычно расходует примерно 30 процентов белка иными словами вы часть белка теперь можете увидеть в товарном виде а будет у вас лучше расти птица или лучше не стеяется либо другие животные это уже зависит от того от ваших предпочтений каким видом деятельности им видом бизнеса в сельском хозяйстве вы собираетесь заниматься или занимаетесь в любом случае вы получите экономический результат но умный обратный осмос даст вам еще один бонус из питьевой воды можно удалять изолированных соли жесткости если они в воде присутствуют обязательно нужно удалять конечно же экологические токсины это по умолчанию избыток металлов также нужно удалять это тоже может делать умный обратный осмос зависимости от той воды которую у вас есть которые вы используете в быту либо в питании либо иных целях но переочищать воду нельзя как только убираются все соли которые в воде присутствуют эта вода становится стрессовым фактором напрягая обмен веществ неважно у кого у людей у животных у птиц механизм один все живые существа работают по одному принципу они все приспособлены к употреблению воды с небольшим но содержанием солей если эти соли остались вы питьевой воде питьевой стресс или водный стресс в организме не возникает он работает и лучше и дольше и пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео можете на него поставить лайк оно не самое простое но на мой взгляд очень интересную тему я поднял в этом видео которую вы большинство людей просто не обращали внимание а эта тема есть и она реально отражается и на вашем здоровье и на вашей жизни если вы не подписчик моего канала не забудьте на него подписаться тогда ссылка на новые видео придет вам непосредственно почту и вы его просмотрите одним из первых и пока вы думаете какие действия совершить с этим видео я подумаю какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать как для вас так и ваших домашних любимцев и подопечных сельском хозяйстве до новых встреч на моих каналах